В Тверской области увековечили память легендарного разведчика Артура Артузова. Отныне его имя носит одна из улиц в городе Кашин. В торжественной церемонии приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя. Из Кашина материал Никиты Васильева. Для советской разведки Артур Артузов фигура поистине легендарная. В 20-е и 30-е годы он руководил крупными операциями Трест, Синдикат-2, Тарантелло и другими. Под его руководством работали знаменитые разведчики, среди которых Рихард Зорги, Ян Черняк, Рудольф Гернштадт и другие. Человек, который обыграл все разведки мира. Так об Артузове говорят историки. Человек беззавидно преданный своей родине. Человек, который столько сделал для страны. Знаете, когда начинаешь смотреть, кого он нашел, вот эти нелегалы, каждое имя – это отдельная такая большая страница подвига, самоотверженности. Эти и другие страницы истории жизни и работы Артура Артузова хорошо помнят на его малой родине в городе Кашине. Артузов родился в 1891 году в селе Устиного Кашинского уезда Тверской губернии. Здесь же прошли его детские годы. Ходатайство об увековечении имени знаменитого разведчика в топонимике Кашина поступило от ветеранов городского округа и Сергея Нарышкина. Решением Кашинской городской думы было одобрено присвоение одной из улиц в восточном районе города имени Артура Артузова. Улица проходит перед сквером Артузова. Артур Артузов был замечательным и стратегом, и тактиком разведывательной деятельности. Он обосновал новые подходы к ведению агентурно-оперативной работы. Почетные гости в Кашинской библиотеке ознакомились с выставкой, посвященной легендарному разведчику. Как отметил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, сегодня в Турской области сохранению историко-культурного наследия уделяется много внимания. Много войн проходило через эту территорию. Самым самоотверженным образом служили и малой родине, и великой родине России. И память Артура Артузова, которому мы сегодня столько времени посвятили, лишнее тому подтверждение, что именно здесь находятся корни и истоки вот этого патриотизма. Директор службы внешней разведки передал библиотеке копию письма, написанного Артузовым своим родным и близким. А также вручил памятные медали 100 лет службе внешней разведки губернатору Игорю Рудене и Вере Никоновой, которая внесла большой вклад в увековечение памяти Артузова. По итогам торжеств Игорь Руденя сообщил о планах открыть музей в честь Артура Артузова. В этом году подберем необходимые помещения, на следующий год уже создадим мероприятие госпрограммы, чтобы уже начиная с 1 января 2022 года мы реализовали все пожелания и директора службы, и общественности. Сделаем все необходимое, и я уверен, что уже на следующую годовщину мы будем посещать уже более широкую экспозицию. Также в ходе посещения Кашина почетные гости возложили цветы к вечному огню мемориала воинам Великой Отечественной войны и к бюсту Артура Артузова. Продолжение следует...